Он даже знать не знал, что у него есть сёстры. С Москвы сестру вызвать брата? Да нет. А что вы так разговариваете? Ширпболка, шорты, носки чистые. Я его сама лично на руках на *** этого видео. Ну как он зимой там будет без отопления? Вот это самое интересное. Он просто помрёт. Не надо жалу свою, дядя Вань, сувать, куда вас не просят. Надо тут Надю предупредить, чтоб там закрыло. Привет, ребята! Добро пожаловать в моем канале Вася и Де Хэй. Я живу в Калуга, это не большая город в России. Итак, для зрителей, которые смотрят на наш канал для первого раза, я расскажу немного backstory. Итак, родители отправили Витя в оборудованную комнату. Они просто убили его. В доме нет светлой, нет светлой, нет газа. И молодой человек должен уничтожить там. Люди говорят, почему? Он молодой человек. Он может уничтожить себя. Но дело в том, что он не может. Он уничтожит с ног. И он как маленький ребенок. Я думаю, что он уничтожит немного заболевание. Да, может быть, он не лучший человек. Он совершил ошибки в его жизни. Но сейчас, если я не помогал ему, он не survive. Он просто уничтожил там. Мы можем просто оставить его. Он уничтожил себя в плохом состоянии. И я действительно хочу его помочь. Сегодня видео будет немного скандаловое. Я думаю, что он может встретиться с его родителями. Он отправил его туда. Может быть, вы понимаете родителями. Может быть, нет. Я не знаю. Я думаю, что вы получите фотографии от родителями. И самое важное, что мы сделали для Витя. Вы увидите в этом видео. Но перед этим видео начнем, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. И, конечно же, если вы любите, что мы делаем, вы можете поддерживать наш канал. Все информации об этом вы можете найти в описании. Ну-ка, дай зайду, посмотрю. Здрасте, есть кто здесь? Витя, привет. Привет. Ничего себе, ты загораешь? Да, выполз. Привет. Как ты сам? Да, нормально. Нормально? Готов сегодня ехать? В больницу? Да. Да, можно. Как настроение? Да, нормально. Нормально? Поесть есть что? Да, у меня там полный шкаф. Ты скажи, а что ты на костылях не ходишь? Вот он таких не пробовал? Угу. Ну, мне вон я говорю, тут парень Петька есть, две недели еще, даже третью неделю. А, нет костылей? Я его прошу, я его принесю. Слушай, а сестры твои здесь живут? Ну, это вот как выезжать, память октября, и на трассу, и в ту сторону. Здесь рядом, да, можете? Ну да, тут, я не знаю, километров 7, наверное, будет отсюда. Слушай, а по какой причине они тебя сюда привезли, расскажи? Ну, это не они сюда меня привезли, не эти сестры. Я же жил в Дмитриево, Подмосковье, у брата, у нас в больнице. К нему отправили, ну, меня Ленка, сестра, короче, забрала из больницы в Халуги, и отправил к нему в Подмосковье. Я год там прожил, вот, в феврале был год, 11 февраля. А эти сестры, расскажи. Ну, они вот приходили в субботу. Да? Ну, они что-нибудь привозили тебе? Да, они, ну, нет, здесь в магазин сходили, мне там колбасы купили, молоко, кефир. Но забрать они тебя не хотят, да это? Ну, и она как, говорит, мы там сами друг на друге, типа, это, уже спим. Ну что, собирайся тогда, поехали потихонечку. Ну, как мне тут допрыгать бы? Мы тебя сейчас возьмем под руки. Мы тебя сейчас возьмем под руки. Что-то вещей-то нету плохо. Еще остальные. Не помню, там ничего чистого. В футболку, шорты, носки чистые. Приехал с одним пакетом. Ну, надо тут надо предупредить, чтобы так закрыло. Ага. Какая ваша машина? Вот черная. Так. Еще, еще. Вот, да? Так. Раз. Надя, пойдемте Надю предупреждать. Да, будет убедить, чтобы там закрыли хоть. Забрали. Теперь предупредим чуть Надю, чтобы там все закрыли. Здравствуйте, есть кто дома? Здрасьте. Мы забираем его. Уже забрали. В больницу. Все, повезем. Да не за что. Заберем сейчас посмотрим, как у него, что с ногой. Ну, а потом вернемся. А потом? Ну, посмотрим. Сначала нужно все анализы сдать. Понятно. Если надо операцию, значит операцию. Реабилитацию, значит реабилитацию. Ну, в общем, так. Да. А он сказал, если что, чтобы закрыли там что-то. Там сейчас сын приедет и забьет. А здесь живет еще кто-то? Да нет, здесь вот явно. Сейчас я пойду. И вот дед Уля уже на зиму умер. И все. Ладно, спасибо. Все, тогда на связи. Хорошо. Ага. Так, все, едем, друзья, в город. Не волнуешься? Да, нет. Самое страшное, наверное, сейчас это страшное. Это ногу могут как-то резать. Вот это да. А боишься то, что могут сказать ногу резать? Ну, да, вот это вот самое страшное. Я швы то сам себе, сам снимал. Или как? Ну, вот так, пенсию там выдергивал. Там через 14 дней надо было в больницу, а меня никто не повез, чтобы швы сняли. Я вот сам себе снимал. Больно такое? Да и нет. Неприятно, но не больно. А что ты мечтаешь? Чтоб с ногой все хорошо было. Вот это самое большое мечта. Волнения есть какие? Да, не знаю. Так что-то. Так? Чуть-чуть. Ну, у тебя желание доходить есть? Конечно. И что сделаешь, когда получится все? Если все будет хорошо? Не знаю. Ну, конечно бы устроился сразу куда-нибудь. А куда именно? Ну, он даже в наш в рыбный цех. Он там вон. Тонько работает сестра. Угу. А сколько там платят? Ой, сейчас не знаю. Ну, она, она как женщина получает, но она... Как женщина? Ну, ну, так же и... Ну, ребята там больше получают, но она где-то около 40 тысяч где-то получает. У тебя 40 можно найти, да? Ну да. Окей. Ну-ка-то. Ну, ладно, пойдем. Саша подошел. Пойдемте потихонку, давай. Давай. Сейчас. Опа. Давай. 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 не знаю снимки делали конечно ну вот у меня после операции делали железо какой-то поставили металлоконструкция имеется снимок сейчас скажу вот когда год назад не делала год назад на руках ничего не осталось здесь нужно делать будет скорее всего артрадез это значит когда сустав блокируется только блокируют ее в прямом положении не в таком не в таком да вот таком будет проведено так что сустав хотя бы хромал да 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 потому что по ней его опознали да это их брат еще нам еще нужен третий свидетель это как раз соседка потому что нету за чему-то надо поехать вдвоем шаги этим что мы вам двоем там говорили надо три свидетель 3 см а как это так дядя вани он кто он он делал репутат дядя вани ему не родственник но это мы понимаем какого научили вам дать свидетелей не хотите понять одного что это процедура чтобы вы дали свидетельские показания что это ваш брат не надо жалу с вами дядя ваня сувать куда вас не просят мне говорил раньше я тебе лично говорю что надо сделать постановить паспорт и сделать что же вы этим не занялись я должна его сама лично на руках этого видео я его отвела когда ему было 16 лет оплатила госпошлину заняла ему очередь посадила его очередь потому что я пришла с ночи и что сделал витя я сорок второе дети уехал зашивить ну слушайте вы видите какие-то есть отклонения вот по голове вообще не просто я вот как старшая сестра у меня четыре года жил из-за чего мы его выгнали потому что пил и дебоширил я тоже у меня трое детей я похоронила мужа 5-6 вам надо сейчас доехать и все вот это сказать и определиться доехать туда надо даже учитывая если он вам причиняет неудобства им нужно сделать документы чтобы он больше не причинял вам неудобства понимаете и все после 14 числа если у вас будет время мы бы к вам за вами бы заехали если вас не затруднит мы же от вас ничего такого не требуем сложного и поверьте мы будем рассказывать как есть на самом деле понятия не имею ну расскажите как получилось мой сын его лично с марком отвезли в колумбу он два дня валялся в своем вагончике и никто об этом не знал я вообще не жила 7 москве жила она тоже сейчас у меня не могу принять у меня тоже не такая здоровая квартира он у меня жил я его выгнала его свидетельства рождения нет он тогда поехал в калугу на работу и где-то они его покупают какие-то документы ты отдавала эти копии какие-то остались что сгорела ты не знаешь о свидетельстве поднимите домовую книгу он здесь родился ты же знаешь там подымется а свидетельство о смерти родителей вас есть у меня мама есть просто это наверное понадобится хорошо у меня есть память 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 не помню а вот память едет там сидели по маме и приехали шею это вызывала я я снимала комнату вот и я вот забрала с собой жить он заболел приспадился у него какой-то цвет я пришла на работу встретила фельдшера но показала его не мог уже разговаривать так вот и вызвала скорую сказал надо увезти в больницу потому что он может отдохнуть два часа граждали скорую уехал в детстве в его комнате он всегда такой был немножко чудной я не знаю ты что в детском доме воспитывались я приехала он в школу я его в первый класс провожала сама вы из семьи получала мы селись у меня вы были детском доме он семья он родился уже после того как насчет брат сестра есть у нас в москве живут мы четверо детском доме потом он родился здесь он родился здесь а мы воспитывались все в детском доме он даже знать не знал что у него есть сестры я его в школу 1 класс отводила когда здесь работала еще ферма была я его на закворку сюда водила потому что мамка в ночь работала дояркой я его 8 классов закончил 8 классов он закончил 8 классов он закончил ну вот по идее у него паспорт должен быть уже 40 лет я тебе объяснила дядя Ваня ему было 16 лет я его вместе с матерью делала матери пенсию и возила в ней когда он убежал да да я я работал еще в цеху рыбный был вон там я привезла оплатила госпошлину делала ему фотографии поставила их в очередь но так как я пришла с ночи я говорю я поехала домой и лягу спать потому что не опять на работу вечером но отсидеть эту очередь он был 42 записан и что они на двухчасовом неделе приехали домой и мама и он с мамой я говорю и что он устал сказал сидеть и мы ушли я говорю зашибись я больше не поеду нет я ей оформила ее она получила три раза все ну что можно сделать я же не могу его сама лично ему 32 года уже но с ним разница 12 лет я говорю я не могу тебя тоже таскать я говорю я сейчас сама жду детки сейчас придут детские на дочку я ему заправлю этот баллон я ему сказала я говорю заправлю мне не сложно мне до зарплаты самой еще как он зимой там будет до затопления просто помрет thank you guys for watching this video i really appreciate for your help thank you so much and if you want to help our channel all information you can find in description thank you guys for watching be safe and see you in the next video а